Воймя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 259-я серия программы «Задето заживое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, так или иначе задевающие лично меня заживое. Но, конечно, самое главное, что прям вот кипит во мне сейчас, вот прям задевает меня заживое, что я второй раз записываю эту программу. Второй раз. Два часа. Два часа я говорил. Два часа. Два часа я говорил искренне. Но я забыл, конечно, нажать на кнопочку «Запись». Да. И видео не записал. Два часа. От начала до конца проговорил всё искренне, с эмоциями, с неподдельными. И сейчас второй раз буду всё это записывать. И надеюсь, что тоже, конечно, поскольку это уж всё действительно сделает меня заживое, я ещё раз смогу. Может быть, даже короче получится. А может, наоборот, длиннее. В общем, я балбес. Я забыл нажать на запись. Я сейчас, надеюсь, нажал на запись. Микрофон идёт. Тут подстраховочные записи идут. Идут. Звук-то идёт у меня. Идёт. Всё. Не откладывай дело в долгий ящик. Начнём, пожалуй. Давненько не было рубрики «Оговорочная». Тут чуть больше месяца назад я дал интервью Максиму Ткаченко. И мне написал хороший такой православный человек с требованиями «Не хотите ли извиниться?». Ну, причём это не был наезд в стиле «Немедленно извинись, а то там в суд подадим на тебя, мерзкий ты человек». Нет, это была очень хорошая, вежливая, даже смиренная такая просьба. Видно, что человек действительно обиделся за русскую православную церковь. Я удивился, потому что там чуть больше трёх с половиной тысяч просмотров, 50 комментариев, чё-то всего. Ну, в общем, так себе не вот прям «ах, какое интервью», обычное интервью. Кстати, довольно благожелательное большинство абсолютно комментариев. Я очень благодарен комментаторам. И вдруг, извинись, там обидели русскую православную церковь. Я подумала, ну, чем я, чё я там сказал такого? Но мы встретились. Человек не отказался встретиться. Это большой плюс. Большой плюс. Человек не отказался. И мы встретились. Я всё рассказал. Ну, и мне, в общем-то, нетрудно извиниться, потому что, если меня неправильно поняли, а меня неправильно поняли, то есть я ничего плохого не хотел сказать. Но если тебя неправильно поняли, то не грех и извиниться и объяснить, в чём, собственно, неправильность понимания. А неправильность понимания там, конечно же, была. Ну, во-первых, там человеку показалось, что я обвинил всю церковь в коррупции и в симонии о том, что там рукополагают за деньги в русско-православной церкви. Я этого вообще даже не имел в виду, но потом переслушал и подумал, да, наверное, можно так было понять. Потому что я, конечно, шучу. Там в ответ на вопрос Максима Ткаченко, почему вы не православный священник, я отшучиваюсь обычно, я говорю, у меня столько нет денег, это дорого. И мне всегда казалось, что всем понятно, что это шутка. Ну, чё на шутку-то обижаться? Во-вторых, конечно, в каждой шутке есть доля правды. И Максим там понимает и, соответственно, улыбается, понимает, что это шутка. И я-то не имел в виду, что я вот там к какому-то епископу православному подошёл и сказал, рукоположите меня, а он назвал мне цену, а у меня столько денег нет. Ну, то есть, конечно, такого не было, это глупо. Хотя до меня доходят слухи периодически о том, что там предлагают за деньги рукоположиться, но это слухи, я лично с таким не встречался, конечно, никогда. То есть, вот сказать, что там симония, нет, я не могу. Я имел в виду, конечно, непомерный епархиальный налог и пресловутые конвертики. И, конечно, очень дорого быть православным священником, особенно если у тебя плохо со спонсорами, если тебе нужно оплачивать храм, строительство храма и так далее. У меня нет столько денег. Мы тоже, кстати, вот бедствуем. У нас нет сейчас спонсоров вообще никаких. То есть, у нас... Вот мне, например, сегодня, край вот завтра утром, нужно срочно вернуть долг в 150 тысяч. Мне неоткуда взять этих денег. Просто неоткуда взять этих денег. Я туда обращаюсь, сюда обращаюсь за помощью. Кто-то пообещал, кто-то нет. Но вот у меня сейчас их нет. А завтра с меня их потребуют. Ну, то есть, и там включатся проценты и так далее. Ну, банк потребует, да? Потому что мы всегда живем в долг, да? И мне это как бы дорого, да? А уж быть православным, ну, уж я не знаю, как это вообще. То есть, откуда берут деньги, я просто не представляю. Это правда дорого. При том, что коррупция, конечно, есть. И я человека ознакомил с примерами коррупции, которые я сталкивался. Но тут это секрет Палишинеля. Любая большая структура, именно чиновничная структура, я не хочу сказать, что все священники, архиереи, сребролюбивые, берут взятки, сильно коррумпированы. Но от цен я, конечно, иногда прихожу в ужас. И дело даже не в том, что панагеи там стоят самые дешевые. 8 тысяч я встречал самую дешевую софринскую панагею. А там 15. А дальше за сотку там начинаются нормальные панагеи. Я вообще не понимаю, кто это покупает. Это как вообще? А потом все эти скандалы, когда мы видим, какие виллы покупаются, за какие деньги, какими миллионами они ворочают. Боже мой, я думаю, у меня даже квартиры нет своей. То есть у меня ни машины, ни квартир, ничего нет. Я архиерей. И почему вот эти архиереи считают, что они вправе так жить? Ну, я не говорю, пусть там жилье должно быть. Может быть, и автомобиль какой-то должен быть. Ну, это же, ну, слушайте, вы проповедуете, ну, кому это надо? И мне заряжали цену, например, мне озвучивали цену в 10 тысяч евро за организацию, там, аудиенции в отделе внешних церковных связей. При этом, опять же, я не могу обвинить сотрудников АВЦС, потому что это не сотрудник мне эту цену назвал. Есть всегда вокруг любых структур так называемые решалы, которые знают, кому чего там занести, да, кому, естественно, какой-то процент они берут себе. Мне была вот озвучена в свое время такая сумма. Это миллион рублей. У меня таких денег тоже точно нет, да, там, то есть коррупция есть. И глупо говорить, что ее нет, да. Ну, я отшучивался, я, конечно, не обвинял всех там священников, всех православных людей, глупо, да, то есть, ну, поэтому... Но можно было так понять. Если так можно было понять, то, извините, я это не имел в виду. Хотя со случаями коррупции я, конечно, сталкивался, сталкиваюсь и, наверное, буду сталкиваться. Это подавать в суд, я не хочу, как ты, кого там привлечешь, да. Ну, да и, ой, не надо мне вот этого всего. Второй человек обиделся про голубое лобби, и тут тоже, ну, слушайте, то, что есть иереи и архиереи, подверженные содомскому греху, может быть, даже они с ним борются, может быть, да, там, то есть, ну, они ему подвержены. Я не испытывал лично никаких домогательств, слава богу, особенности моей фигуры делают меня непривлекательным для домогательств, как со стороны гомосексуалистов, так и со стороны гетеросексуальных женщин. Слава господу, с этой стороны я от искушения избавлен. Ко мне никто не подкатывал никогда, но у меня есть немало знакомых, которым подкатывали, подкатывали и предлагали, и, так сказать, все это понятно, и скандалы периодически случаются, и, увы, это есть. Но, опять же, я не говорил, что все поражены этим грехом, нет. И если это вдруг так прозвучало, я, конечно, прошу прощения, не хотел сказать ничего подобного, потому что эта проблема есть, о ней говорят, и самое главное, что официально в Русской Православной Церкви и Содомский грех осуждается, и это самое главное, мне этого достаточно. Официально он осуждается, не одобряется, и в основу церковной, так сказать, политики, если можно сказать, положена приверженность традиционной морали, традиционной семье и так далее. И в этом смысле Русскую Православную Церковь мы все любим, уважаем, и особенно наши западные братья-старокатолики, которые испытывают беспрецедентное давление на себя по поводу того, а что это вы не венчаете голубых, однополые пары, почему вы, собственно говоря, против этой модной повестки ЛГБТ и так далее, там вот эта вот мерзость, вот эта вот. Ну, что ж, наши братья и сестры с надеждой смотрят на Русскую Православную Церковь в данном вопросе, хотя проблемы там есть, они есть и в Риме Католической Церкви, и с этим тоже глупо спорить, и, наверное, глупо было бы требовать извинись, там, замалчивать эту проблему. При том, что мы всегда говорим, что мы РПЦ любим, я неоднократно подчеркивал, что я даже невольно поставляю прихожан туда в довольно больших количествах. Люди смотрят мои передачи, особенно бывшие протестанты, и уходят в исторические церкви, и это очень хорошо и нормально. Потому что замалчивать проблемы значит не любить, а мы желаем оздоровления, а не уничтожения Русской Православной Церкви. Ну, там еще был вопрос по поводу того, что некоторые протестанты, перешедшие в Русскую Православную Церковь и ставшие служителями, оказались в запрете. Мне привели примеры тех, кто не в запрете. Да, я знаю их. Это довольно известные бывшие протестанты и священники, которые ныне не в запрете. А я знаю тех, кто в запрете, и что теперь. То есть, я так и сказал. Я же не сказал, что всех прям запрещают. Все мои знакомые, да, там вот. Ну, наверное, я сказал как? Наверное, я сказал, что раз вот все мои знакомые, то, значит, это получается все, кого я знаю. Ну, здесь я неаккуратно высказался. Соглашаюсь, приношу извинения. Ну, то есть, скажем так, многие из тех протестантов, которые стали священниками в Русской Православной Церкви, ныне находятся в запрете. Это тоже правда, это факт. Ну, то есть, глупо это отрицать. Кстати, по разным причинам. И мы, например, рассматривая там апелляции, к нам же вот не один отец Олег пришел, да, то есть, один, кого мы приняли. А там бывали действительно справедливые запреты, либо блуд, либо двоеженство, либо еще что-нибудь. Ну, какие-то серьезные канонические преступления, которые мы тоже, знаете ли, это доказание не снимом ни в коем случае. И здесь я понимаю, что человек там обиделся и сказал, ну, такого нет. Мы, кстати, очень хорошо поговорили. Я считаю, что это правильно. Если хочешь поговорить, поговори. Все недоразумения были исчерпаны. Мы расстались с друзьями, обнялись на прощание. И я сказал, что я в ближайшее время тоже про это расскажу. Ну, вот рассказал вам. И тут, правда, мог возникнуть такой момент. Некоторые думают, что я там пытаюсь как-то обидеться. Сам я обижен на русскую православную церковь. Вот, типа, меня туда не взяли. Если бы я хотел лично перейти в русскую православную церковь, мирянинам это сделать легко. Идешь в ближайший православный храм на исповедь. Я крещен и мир помазан в детстве в русской православной церкви. Для этого не нужны никакие публичные акты. Но в интервью Максиму Ткаченко я подчеркнул, что мы церковь Христова, истинная церковь Христова. У нас есть все те же преимущества, вот в духовном смысле, конечно, да, какие есть в русской православной церкви. У нас есть благодать, священство, апостольское преемство, неповрежденное богословие ортодоксальной церкви Христовой. При этом мы лишены множества недостатков больших церковных структур, исторических церквей. И в этом смысле у нас ущерба нет никакого. Да, у нас чуть хуже логистика, у нас мало храмов. У нас нет храмов в России, у старокатоликов нет храмов. У нас просто нет денег. Невозможно купить землю. Государство нам помещений своих не дает. Мы арендуем помещения, где-то как-то выкручиваемся. Да, вот такие недостатки у нас есть. Они оборачиваются достоинствами. К нам, например, глупо приходить к каким-то мошенникам. У нас абсолютно нечем поживиться. Священники все работают. Мы молимся Богу, чтобы он как-то чудом вмешался в нашу ситуацию. Просим, умоляем и так далее и тому подобное. И Господь как-то пока дает. То есть вот такая ситуация. То есть проблемы и у нас, конечно, есть. Но слава Богу, что это не проблемы, связанные вот с какими-то грехами нашими. То есть я сам по себе смрадный грешник, конечно. Я без благодати Господа Иисуса Христа просто топливо для адского пламени. Но наша церковная структура лишена множества недостатков больших церковных структур. И поэтому нам со стороны это виднее. И если я об этом говорю, то не с желанием уничтожить или позлорадствовать, или как-то на фоне их там себя возвеличить. Ну нет, конечно. Ну что мне возвеличиваться за счет чужих грехов? У меня своих хватает. У нас много других проблем. И если кто-то на них с любовью также укажет, особенно человек, который, например, много прихожан для нас бы поставил, да, или как-то финансово бы нам помогал, но говорил бы, вот такие-то проблемы есть у вас, и эти проблемы, в общем-то, легко решить, сделав вот то-то и вот то-то. Вот в РПЦ очень легко решить проблему с коррупцией, мне кажется, да? Ну вот митрополит Тихон Шевкунов смог же как-то отменить конвертики. Его, к примеру, там, по-моему, еще пара епархий последовало. Вот уже и облегчение вышло. Вот и молодцы. Так что и успехи есть в этом направлении. И я уверен, что всем нам просто нужно жить дружно. 11 июля был праздник в честь святого Бенедикта Нурсийского. У меня к Бенедикту Нурсийскому особое такое благоговейное отношение. Это был первый католический святой, с которым я начал так ближе всего знакомиться, потому что первый наперстный крест, который я купил вот к рукоположению, это был вот крест святого Бенедикта с значком там его ордена, с вот этой молитвой, изгоняющей сатану. Родился он в семье знатного римлянина в городе Нурсия. В 14 лет был отправлен в Рим для обучения светским наукам, но столкнулся в столице с развращенностью и варварством, бежал оттуда в ужасе и решил стать отшельником. Поселился в горах. В то же время его сестра с холастика приняла монашеский постриг. И с помощью монаха Романа, который приносил ему пищу, курьерская доставка еды уже тогда работала, как мы понимаем, уже в VI веке работала. В общем, он поселился в пещере близ реки Аню, провел в уединении три года, и слава его неуклонно росла. Да, конечно, ну, просто слухи и слухи расходились о нем, как о великом отшельнике и чудотворце. К нему совершали паломничество, чтобы увидеть его, как-то попросить помолиться. И в коммунии Вековара там умер настоятель, братья пригласили Бенедикта занять вакантную должность настоятеля. Но из этого ничего хорошего не получилось. У Бенедикта были слишком строгие представления о монашеском образе жизни, и многие из пригласивших его тогда об этом пожалели. Он снискал немало врагов, которые даже пытались его отравить. Но святой Бенедикт осенил крестным знаменем отравленную чашу, потому что он имел дар предвидения от Господа. Чаша треснула, и вино вылилось. В другой раз там был забавный момент, очень похожий на пророка Илью. Только пророка Илью ворон кормил, то есть приносил ему еду. А к святому Бенедикту ворон прилетал покушать. Когда святой Бенедикт трапезничал, то к нему прилетал ворон и клевал крошечки, тоже, в общем, насыщался. И вот однажды святому Бенедикту отравленный хлеб принесли. И тоже это чудесным образом святой Бенедикт узнал. И он обратился к ворону с просьбой, дескать, возьми этот хлеб в клюв, отнеси куда-нибудь далеко в пустынное место, чтобы, не дай бог, никто не отравился. Ворон сначала так побаивался взять отравленный хлеб, потому что он-то чувствовал тоже. Ну вот, но его Бенедикт убедил, что ничего с тобой не стучится. Ворон, в общем, взял этот хлеб, улетел с ним, через три часа вернулся усталый, взлохмаченный, принялся клевать крошки, присоединился к трапезе святого, который ворона подождал. Это все вот в иконографии святого Бенедикта есть. Кстати, он часто изображается в виде монаха, держащего пучок розок, потому что розги – это символ строгости монастырского устава. И однажды есть даже вот этот сюжет, один брат был у него там в монастыре, который постоянно во время пения из церкви выходил. И сколько с ним не беседовали, сколько говорили, ну имей совесть, ну что ты выходишь из церкви-то все время? Он говорил, ну что не могу с собой поделать, братья, вот выхожу и все. И святому Бенедикту было открыто, и он увидел, как этого брата во время пения некий подросток, совершенно черный видом, тащит, просто влечет из церкви. Бенедикт говорит, смотрите, смотрите. Все говорят, а что, не видим ничего, просто брат уходит. Опять, как всегда. Он говорит, да вы что, не видите, что ли, там бес просто его тащит. И у всех вдруг глаза открываются по молитве святого Бенедикту, все видят этого беса, а Бенедикт берет розги, начинает сечь нерадивого монаха. И таким образом бес оказывается изгнан, ну с молитвой, естественно. Поэтому розги это символ строгости устава святого Бенедикта и даже вот такого экзорцизма. В общем, постепенно вокруг святого Бенедикта формируется круг учеников, состоящий из 12 групп, 12 монастырей он основывает. Сам Бенедикт переселяется на юг, на гору Косино, где основал знаменитый монастырь Монте-Косино или Монте-Косино. В общем, там было раньше языческое святилище, но святой всех жителей обратил ко Христу, крестил их. Там он воскрешает из мертвых сына простого крестьянина. Там он творит много чудес. Там же начинается орден бенедиктинцев. Около 540 года появляется уже вот окончательно вот этот знаменитый устав, ставший основополагающим для всего западноевропейского монашества. Там же в 544 году святого Бенедикта посещает король готов Татило, тоже желая его испытать, меняется одеждой со своим воином и как бы притворяется простолюдинным, а воин в царских одеждах приветствует святого Бенедикта. Но святой Бенедикт, ничтоже сумняшийся, обращается, как к королю, к простому воину, но на самом деле это переодетый Татило. Тот в ужасе падает перед ним на колени, а святой Бенедикт вот в белых одеждах, сидящий в кресле, есть вот картина Пьера Сюблеера. Позади многочисленные священнослужители, ученики, и вот колено преклоненный Татило в красном плаще. Бенедикт предсказывает королю готов его судьбу, упрекает его в жестокости, пророчит ему, что тот овладеет Римом, который в то время в руках византийцев, и умрет, кстати, на десятый год правления, что исполнилось в точности. Кстати, там видно в нижнем правом углу маленький такой ангелочек сидит с раскрытой книгой, как бы символизируя и раскрытость судеб, которые Бог дает святому Бенедикту, он читает судьбы людей как раскрытую книгу, и знаменитый устав, конечно, здесь тоже аллюзия на него. В общем, тоже потрясающий такой момент. И надо сказать, что по образу и подобию, заложенному святым Бенедиктом, создавались и другие монашеские ордена и монастыри, так или иначе. Они часто отличались друг от друга во многом, но вот те лекала, та матрица, что ли, заложенная святым Бенедиктом, стала причиной того, что именно монастыри в Европе стали центрами культуры духовной и материальной. Кроме обеспечения духовных нужд, формирования смыслов жизни, формирования вообще того, что является традиционной христианской Европой, которая сейчас все утрачена, вообще перевернуто, извращено и выброшено, значит, вот вверх дном как бы на помойку, и на помойке обретает свое жилище. Вот это вот теперешняя идеология европейская, которая, конечно, уже далека, увы, от христианских идеалов, но когда-то вот эту великую христианскую цивилизацию европейскую создавали монахи, они занимались, кроме этого, образованием, никаких светских учителей не существовало и школ, они занимались врачеванием, миряне-лекари были большой редкостью, они занимались кулинарией, до сих пор бенедиктинцы славятся своей богатой кухней, есть знаменитый ликер бенедиктин, созданный в 1510 году монахом Доном Бернардом Винцелли, и на каждом ярлыке, каждой бутылке знаменитая аббревиатура ДОМ, ДООПТИМУ МАКСИМУ, ГОСПОДУ, ЛУЧШЕМУ, ВЕЛИЧАЙШЕМУ ГОСПОДУ, и, конечно же, вот великий Бенедикт Нурсийский, который сформировал во многом вот эти вот очаги культуры и духовности во всей Европе, поэтому он является покровителем Европы, ровно 60 лет назад, в 1964 году, папа Павел VI покровителем Европы его и провозгласил, так что святой Бенедикт Нурсийский моли Бога о нас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, слушайте, прям мурашки по коже. Я помню, когда впервые увидел эту фотографию, я обомлел. 50 лет назад, в июле 1974 года, найдена знаменитая китайская терракотовая армия. И мне показалось, это настолько жутким зрелищем. 8 тысяч статуй в натуральную величину. У всех уникальные лица. То есть это не под копирку, они каждый отличаются друг от друга, и выражения лиц отличаются. 8 тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов, их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. Как будто бы вот эта вот сказка вдруг стала явью, когда там целое войско вдруг превратилось в камень, чтобы охранять императора. Как будто бы кто-то произнесет это заклинание, как МакГонагал, и они вдруг сейчас все встанут, возьмут оружие и пойдут куда-то войной, и невозможно будет им противостоять. Прям леденит кровь мне эта история и все эти фотки. Кстати, именно император Цинь Шихуанди вот создал Великую Китайскую Стену. Он создал первую Китайскую Империю, вот объединившую все китайские земли. Это был 221 год до нашей эры. Статуи изготавливались вручную, покрывались специальной глазурью, и были они раскрашены первоначально. Краска от соприкосновения с воздухом вся осыпалась, но можно представить себе, как они выглядели. Кстати, без краски гораздо лучше выглядят. С краской все это алиповато, прям по-язычески, как и греческие статуи, впрочем. Они тоже же были первоначально раскрашены, и это прям вырви глаз, тихий ужас. Без краски им, конечно, гораздо лучше. И кровь стынет в жилах от того, что там погребено еще до 70 тысяч рабочих вместе с семьями, и 3000 наложниц императора живьем были закопаны. И непонятно, как это все было изготовлено, потому что сначала придавалась нужная форма, эта скульптура лепилась из глины, и затем ее обжигали. Но печей для обжига глины поблизости не найдено. При том, что там явно не одна печь нужна, а целый производственный комплекс. Где он? Непонятно, не найдено. Бронзовое оружие у них, настоящее оружие, и все металлические предметы покрыты антикоррозийным сплавом, содержащим хром. Эта технология сто лет назад только появилась. Откуда у древних китайцев такая технология? Более того, вот эта огромная восьмитысячная терракотовая армия занимает один процент от всего комплекса. Он еще не раскопан. Это общая площадь этого гигантского мавзолея, которая никогда, никем не была раскопана. И там, по свидетельствам, оставленным в летописях, целый Китай в миниатюре с реками, дворцами, горами и так далее. И там хитроумная система смертоносных ловушек, каменных мешков, арбалеты, автоматически срабатываемые, копьемитательные механизмы. Над возведением всего этого трудилось 700 тысяч человек. И в чем загадка? Вот загадка главная для меня, почему все про это знают, и никто до сих пор не раскопал. Ни враги не разграбили. Обычно древние гробницы разграбляют просто только так. Крестьянские банды во время восстаний ничего не копали, хотя нужны были деньги, сокровища и так далее. Японские оккупанты не тронули. Пекинские коммунисты и те ничего не раскапывали. Гробница Циин Шихуанди неприкосновенна. Конечно, многие говорят, что причина этому ртуть. Там якобы целые реки из ртути, но на ртути император был повернут, вернее так, он был повернут на вечной жизни. Он хотел жить вечно, и придворным алхимикам заказал таблетки для вечной жизни, таблетки от смерти. Они его кормили ртутосодержащими таблетками, от которых император, собственно, и умер. Потому что ртуть есть очень и очень неполезно. Ну, в общем, современные ученые сейчас ищут способы обойти древние ловушки, все эти смертоносные каменные мешки. Но вообще загадок очень много, и вот кровь стынет в жилах, конечно, от всего этого. Не знаю, я не мог пройти мимо 50-летнего юбилея этой страшной находки. Пабло Неруда Пабло Неруда Великий чилийский поэт Меня в детстве иногда так называли Пабло Пабло Неруда Вообще это имя было у всех на устах Сальвадор Альенде Виктор Хара Пабло Неруда Диктатор Пиночет Даже, помню, была сценка какая-то мы ставили на Новый год Там был Диктатор Паучет Значит, такой смесь Пиночета и Паука На самом деле-то, конечно, мальчик родился с запоминающимся именем Экардо Нефтали Реес Басальто А псевдоним Пабло Неруда он взял из-за разногласий с отцом который не желал, чтобы сын занимался литературой Одаренный мальчик стихи начал писать будучи 10 лет от роду и уже к 20-му году вот под псевдонимом Пабло Неруда его стихи были опубликованы он поступил в Пединститут в Сантьяго в 23-м году издает сборник за свой счет сборник имеет оглушительный успех он выпускает следующий сборник стихов и он становится популярнейшим поэтом во всей Латинской Америке на всем южноамериканском континенте позже он становится дипломатом, коммунистом политическим деятелем соратником Сальвадора Альенда и когда к власти приходит Пиночет Пабло Неруда, похоже, все-таки был отравлен и хотя, ну, это трудно доказать но многие вот сейчас там и экспертизы сейчас проводятся и так далее он участвовал во всемирных конгрессах сторонников мира был лауреатом Сталинской премии и, самое главное, в 71-м году он получил Нобелевскую премию по литературе за поэзию которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого континента о себе он писал так патриарх своего арауканства и сын Аполлинера или Петрарки но и птица Василия Блаженного живущая среди цветастых куполов видно, что его восхищал собор Василия Блаженного в Москве, конечно есть ощущение, что имя Пабло Неруда ты знал всегда, хотя он умер за год до моего рождения повторюсь, что тогда о Чили говорили все мы пели там встаньте все люди встаньте чилийцы мы вам еще что-то отомстим кровопийцам мы никогда не падем на колени в наших сердцах русский вождь, русский Ленин Сальвадор Альенда, Виктор Хара и вот этот большой, грузный, толстый человек с печальными глазами великий поэт Пабло Неруда были для нас символами сопротивления символами мечты о человеческом счастье кстати, надо сказать, что там коммунисты сотрудничали с христианскими демократами и надо сказать, что вообще он, скорее всего, был крещен невозможно в Латинской Америке быть некрещенным, если ты родился в 1904 году ну, в общем, это была странная смесь коммунизма, христианства и образов Бога, кстати, в поэзии немало у Пабло Неруды но, наверное, он был все-таки, конечно, атеистом во всяком случае он это декларировал и так далее но стихи его стихи содержат вот эту некую тоску по небу и вечности и особенно мне нравится стихотворение предчувствие заката жизни осени жизни и наполненное вот этой щемящей тоской по небу кружится бабочка на солнце вся загораясь временами листа коснется застывая частица пламени живая и лист колышет это пламя мне говорили, ты не болен все это бред тебе приснилось я тоже что-то говорил им и лето жатвою сменилось печальных рук сухие кисти на горизонт роняет осень и сердце сбрасывает листья мне говорили, ты не болен все это бред тебе приснилось и время хлеба миновало и снова небо прояснилось все на земле друзья проходит все покидает и минует и та рука что нас водила нас покидает и минует и те цветы что мы срываем и губы той что нас целует вода и тень и звон стакана все покидает и минует и время хлеба миновало и снова небо прояснилось а солнце лижет мои руки и говорит тебе приснилось и ты не болен это бредни взлетает бабочка и чертит круг огнецветный и последний келейно молюсь о нем спасибо дорогой комрад Пабло Неруда за твое творчество ох какой неоднозначный писатель Исаак Эммануилович Бабель конечно мы знали что такая фамилия есть фамилия была смешная даже ходил анекдот в подростковом возрасте ну так себе с чувством юмора анекдот был такой вам нравится Бабель смотря какая вот ну что взять с 13-летних там пацанов и так далее вот слушайте конечно никто из нас не читал Конармию Бабеля и одесские рассказы мы не читали этого не было в школьной программе мы познакомились с его творчеством позже и позже узнали что был такой Исаак Эммануилович Бабель родился в Одессе 13 июля 1894 года сегодня в эти дни 130 лет со дня его рождения он изучал древнееврейский язык религиозную литературу был из религиозной семьи религиозные евреи посещали синагогу все традиции чтили и так далее владел свободно четырьмя языками писал в том числе и на французском ну русский украинский идиш Максим Горький его любил считал гением помог публиковать первые рассказы писать начал в 15 лет и Одесса его детство вот этот яркий колоритный праздничный мир и вот этот язык незабываемый бабелевский язык который так бледно но звучит там в сериале ликвидация и все им восхищаются ну и вы бабели тогда уж почитайте ну кто не читал конечно кто читал тот молодец добрейшего мудричка Вима и вам доброго а где у нас случилось пара незаметных пустяков вам что-то захотелось мадам шмуклис немножечко щепотку соли эмик такое счастье надебал глосика скажите пожалуйста два больших расстройства надебал глосика таки да целого или одни плавнички виляет хвостом как скажем так надо жарить при такой густой жаре глосик долго не выдержит а я за что так эмик кухну пачку соли помолю ведро а что если помой посолить они будут лучше пахнуть ну я вас умоляю Вима вы же знаете за эмик он если не сломает то уронит так как раз таки не помимо пальца она сама нога мама он проснулся и не хочет не трогай ножик халамидник мама сказала ничуть не трогай что вы кричите мама я понимаю слов сейчас же брось сейчас же брось и чьет не рыбу а ножик ой подожди подожди тихо тихо мама где можно нет вы видели вы видели этого идиот иди сыночка и вот эти сгустки энергии молдаванка пересы извозчики грузчики бендюжники налетчики воры все говорят на невероятном каком-то языке и вообще язык бабеля невероятный это русский язык но он очень южный вот невероятный народный такой вот у Зощенко был язык ну совсем другой конечно да и бабель вот это два таких типа народного языка периодически они там пересекаются кстати в 16-м году бабель переехал в Петербург и решил жить литературным трудом и опубликовал два рассказа конечно в свое время я любой мальчик то есть тут же их прочитал потому что на него подали в суд за распространение порнографии и конечно любой мальчишка про это узнав тут же бежит читать рассказы Эльи Исакович и Маргариты Прокофьевны и второй рассказ Мама Рима и Алла конечно по современным меркам рассказы целомудреннейшие совершенно непонятно где там порнография но тем не менее его к суду привлекли в общем все мальчишки читают эти рассказы и разочаровываются ааа типа че ну да ладно ему суд назначили на март 1917 года но в феврале произошла революция и Бабель тогда счастливо избежал суда Октябрьскую революцию Исаак Иммануилович принимает на ура служит в ЧК становится корреспондентом Горзеты Красный Кавалерист участвует в продовольственных экспедициях работает в Наркомпросе в Одесском Губкоме воюет на Румынском Северном Польском Фронтах репортер Тифлисских Петроградских газет а в 20-м году вступает в знаменитую Первую Конную Армию Семена Буденного участвует в боевых действиях ведет дневник который станет основой для цикла рассказов Конармия Буденный прочитав эти рассказы приходит в ярость дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти вот эта безответственная клевета на образ красноармейцев и конников Первой Армии Буденного а Горький Бабель защищает и говорит это бойцы это лучше чем казаки описанные Гоголем кстати действительно преемственность между Гоголем и Бабелем прослеживается серьезная но заступничество Горького не спасает 16 мая 1939 года Бабель арестован 27 января 1940 года расстрелян в Москве причем родственникам не говорят о его расстреле говорят что ну без права переписки да сидит реабилитировали его в 1954 году большой архив его произведений просто бесследно пропал во время ареста поэтому все что нам осталось это 80 рассказов 2 пьесы 5 киносценариев и надо сказать вам что вот несмотря на всю красоту языка несмотря на то что читать Бабеля очень легко и вот всю смачность Бени Крика одесских рассказов там действительно много смешных потешных выражений крылатыми ставших фраз афоризмов там и так далее Беня говорит мало но говорит смачно ну и так далее но конечно главное это произведение все таки мне кажется это конармия а не одесские рассказы и даже в одесских рассказах вот все время что-то заставляет кровь стынуть в жилах что-то заставляет волосы шевелиться это какой-то хтонический ужас который лежит под тонким вот этим слоем вот этого лоска вот этой веселости и залихваткости а когда ты читаешь конармию ужас просто не покидает тебя жуткий совершенно ужас да вот просто как собственно начинается конармия вот он первый рассказ переход через сбруч маленький всего лишь эпизод ночевка в селе красноармейцев село оставлено белополяками вот просто начало я просыпаюсь потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу пани говорит она мне вы кричите со сна и вы бросаетесь я постелю вам в другом углу потому что вы толкаете моего папашу она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека мертвый старик лежит там закинувшись надзнич глотка его вырвана лицо разрублено пополам синяя кровь лежит на его бороде как кусок свинца пани говорит еврейка и встряхивает перину поляки резали его и он молился им убейте меня на черном дворе чтобы моя дочь не видела как я умру но они сделали так как им было нужно он кончался в этой комнате и думал обо мне и теперь я хочу знать сказала вдруг женщина с ужасной силой я хочу знать где еще на всей земле вы найдете такого отца как мой отец и ты понимаешь что легким это чтение не будет никогда потому что ужас вот он описывает это как величественную эпоху перемен да то есть но ужас хтонический ужас этой эпохи который становится обыденностью он сквозит с каждой строчки вот из каждого слова безумная звериная резня отец зверски убивает сына и брат во имя справедливости пытает и режет за это родного отца вот рассказ письмо где мальчик пишет письмо матери своей и описывает вот как отец зарезал сына своего как сын зарезал отца сенька спросил тимофей родионыча хорошо вам папаша в моих руках нет сказал папаша худо мне тогда сенька спросил а феди когда вы его резали хорошо было в ваших руках нет сказал папаша худо было феди тогда сенька спросил а думали вы папаша что и вам худо будет нет сказал папаша не думал я что мне худо будет тогда сенька обратился к народу и сказал А я так думаю, что если попадусь к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать. И невозможно, вот как это просто вроде описывается буднично, бесцветно, блекло, ну, полуграмотно. Диктует, он не пишет письмо матери, он диктует это письмо матери. Или другой рассказ, эскадронный Трунов, Пашка Трунов, герой, да, то есть вот автор, Лютов, кстати, у него там псевдоним. Ну, слушайте, Пашка Трунов, который выстрелом из карабина просто разносит череп одному пленному. Просто не почему, просто вот ему плохо. Другому он втыкает просто вот эту шашку в горло, втыкает. А почему? Пленные поляки, ну, естественно, офицеры сняли с себя там все обмундирование, остались только в белье, чтобы не было понятно, кто офицер, а кто нет. Пашка Трунов говорит, офицерье, признавайся, кто из вас, кто офицер. И никто не признается, он говорит, ну, тогда я буду мерить, да, кому подойдет вот офицерское, значит, тот и офицер. И берет фуражку, напяливает на первого попавшегося, фуражка в пору, и он ему вот шашку в горло втыкает. Чуть не расстреливает своего бойца, барахольщика, ну, мародера, Андрюшку Восьмилетова. Но при этом остается героем, жертвующим собой ради спасения друзей своих по эскадрону. Понимая, что ему не миновать трибунала, он свои сапоги отдает босым красноармейцам. — Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесения и сапоги. — Пользовайся, сапоги новые. Всех отсылает в лес, потому что налет вражеской авиации, американская служба Риджинальда Фаунт Леро, то есть всех посекут. И он бежит к пулеметам с этим со своим, которого чуть только что не расстрелял Андрюшкой Восьмилетовым, и они принимают огонь на себя. Они начинают из пулеметов по самолетам стрелять, и самолеты расстреливают их в неравном совершенно бою. Он погибает, а отряд благополучно скрывается от этого налета. Все вот здесь перемешано. Кровь, юмор, слезы, пот, великие идеи, низменные какие-то чувства. Все перемешано, и от всего это веет таким ужасом, что, извините, любить Исаака Бабеля я никак не могу. Уважать его как великого писателя могу, а любить, извините, никогда не получалось и никогда не получится. Хотя, конечно, задевает за живое, очень сильно задевает за живое, и в день его 130-летия я не могу об этом не вспомнить. Ну, это больше для прикола. Меня, конечно, никоим образом не задевает за живое тот факт, что 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая считалась символом диктатуры монархии французских бурбонов. И этот день стал началом Великой Французской революции. Но для нас, конечно, фраза про взятие Бастилии ассоциируется со школьным анекдотом, когда какой-нибудь человек заносчиво тебе говорит, да я все знаю, да все вообще я знаю, что ты меня учишь. Я все знаю, обычно ему говоришь, ну, там, день взятия Бастилии, если ты все знаешь. Если человек не говорит 14 июля 1789 года, ну, что ты тогда-то, значит? Ну, а второй, конечно, это бессмертная цитата из фильма «Любовь и голуби». Ну, не пил, не пил я, хотя повод есть. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Так что просто повод есть ваше здоровье. Выпьем колы со льдом. Без сахара. Повод есть. С днем взятия Бастилии. Ура! Сто лет. Сто летний юбилей. Это всегда, конечно, приятно. Махмуд Исамбаев. Махмуд Алисултанович Исамбаев. Великий танцор, родившийся 15 июля 1924 года в чеченском селе Старые Атаги, но вырос в Киргизии после депортации семьи, вот той знаменитой сталинской депортации. Научился танцевать раньше, чем ходить. Мать говорила, что он никак не мог усидеть на ее руках. С трех лет он танцевал на свадьбах, в пять лет он был просто звездой всех окрестных сельских свадеб. За плечами у него было шесть классов средней школы, но он родился от бога хореографом-танцовщиком. Отец, конечно, считал выбор сына недостойным мужчиной. Что это такое танцевать? Для мужчины это не профессия. Но Исамбаев начал учиться в Грозненском хореографическом училище. Танцевал в чечено-ингушском государственном ансамбле песни и танцы. Но началась Великая Отечественная, и он выступал перед бойцами на передовой в госпиталях с фронтовой концертной бригадой. И однажды он был там ранен, осколок попал ему в ногу. И врач сказал, ногу будем ампутировать, все, это невозможно, вылечить нельзя. Он никогда не поправится. И, превозмогая боль, артист написал расписку отказ, отказываясь от ампутации, готов умереть от гангрены, от чего угодно. Но я только танцевать умею, больше ничего не умею на этом свете. Ну, врачи сделали, что могли. А потом бабушка его лечила вот народными горскими рецептами, отварами, травами. И через месяц уже Исамбаев танцевал. И тогда, по свидетельству очевидцев, вот этот врач-хирург сказал, теперь я уверовал, что Бог есть. Ну, невозможно, месяц назад эту ногу надо было отрезать. А теперь он опять танцует, да еще как танцует. И вот эта воля к жизни, вот характер Махмуда Исамбаева, помноженный на талант и работу каждодневную, сделали его, конечно, великим. Экспрессия жеста, вот эта орлиная внешность, это злой гений, гирей, Тарас в Тарасе Бульбе, фея Карабос из Спящей Красавицы, да. Вот потом он создает монотеатр танцевальных миниатюр, танцы народов мира. Он ставит себе сам многие композиции, феноменальнейший шаг от природы, склонность к гротеску и вот эта редкого масштаба, редчайшая для мужчины грация. Выступает в одиночестве и приковывает себе внимание и подчиняет себе любого размера сценическую площадку. Маленький пятачок фронтового грузовика или огромную балетную сцену любого зала. Все подчиняет себе, моментально становясь центром всего пространства и приковывает к себе внимание. И самые главные глаза, глазищи, посмотрите, даже в любом фильме я помню вот этот шаман, да, из земли Санникова в исполнении Исамбаева. Это какая-то невероятная, дикая, настоящая, природная, языческая пластика. Вот эта шаманская и глаза, глаза, вот этот профиль и глазищи, в них вся энергетика. Субтитры создавал DimaTorzok При том, что все время кажется, что он импровизирует, ничего подобного. Он по секундомеру выверял каждое движение, все тщательно просчитывал, записывал мизансцену. При этом все равно всегда остается ощущение, что это импровизация. Потому что невероятные силы экстаз от экспрессии, все номера его становятся шлягерами. При том, что когда он танцует танцы народов мира, это, знаете, ну не выглядит так, чтобы вот местные жители снисходительно смотрели. Ну там типа, ну хорошо, барыню танцуешь там нашу. Ну молодец, да, надо же. Чеченец там выучил танец индийский. Ну молодец, что ж, неплохо для чеченца. Да ничего подобного. Индусы смотрят на него. И многие верили, что это просто сам золотой бог воплощенный. Когда, значит, мексиканцы за танец Харабио-Тапатию просто боготворили его и говорили, да ты мексиканец, ты не можешь быть чеченцем. А бразильцы говорили, да нет, он природный бразилец, ну кто еще так макумбу может станцевать. Колумбийцы, ошарашенный, видя свой национальный танец бамбука, он действительно человек мира. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ 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 При этом всю жизнь он ходил, конечно, в своей знаменитой папахе из дорогого каракуля, как чеченец, даже в советское время. При этом это стало его своеобразной визитной карточкой. Он был в Совете народных депутатов, и говорят, что Брежнев над этим шутил. Он там видит папаху, говорит, все, Махмуд Исамбаев здесь, вижу, можем начинать заседание. А единственный в Советском Союзе, кому разрешили в паспорте сфотографироваться в головном уборе. Вы знаете, что? Я папаху носил и мальчикам. Это не есть в этом что-то. Папаха – это национальный наш чеченский головной убор. Если ты войдешь и снимешь папаху, ты уже не уважаешь ни дом, ни вас, никого. Тыло наставит папаху, какая бы жара ни была. Был такой журнал на Ямайке, Кейнгстон. Я танцовал на всех островах. Вышел вот такой журнал. 50 градусов, он сидит в своей конгору, большой шапке. На улице я сидел так, 50 градусов. В общем, танцует в шапке, кушает в шапке. В общем, гуляет в шапке и в театре в шапке. Наверное, и спит в шапке. Последний лист, шикарный. В общем, кровать, золотистое одеяло. Под одеяло нарисована моя папаха. Наверное, и спит в папахе. В общем, это национальный головной убор. Я одеваю, когда кепочку, я похож на сявку карманчиков. Если я одену шляпу, я похож на шпиона, точно. Одеваю папаху, я похож на Махмуда Самбаева. И эта папаха ко мне приросла так. И, уважая народ, я никогда его не снимаю. Мог бы и снять, ничего такого нет. Но за мою папаху давали самые лучшие машины Америки. А один из корреспондентов мне давал любую сумму денег. Любую сумму. Если я вот так сделаю, вот сниму и одену. Он сделал один снимок. Но ему это не пришлось делать. Паспорт мне тоже в папахе. Это нарушение международной конвенции. Когда мне ее выдавали, так мне хотелось, вы знаете, не положено. Я говорю, может быть и не положено, но мне паспорт не нужен. Я говорю, беру. Достаточно? Конечно. Снял? Секретов тут никаких нет. Когда, понимаете, еще к тому, что ко мне очень подходит папаха. Из всех головных уборов. Мне подходит челма. И подходит папаха. А шляпы нет. При том, что когда его сразил инсульт, ему помогал племянник. Шутил, не забывая дятю тянуть носок. Они просто ходить учились. А он говорил, знаешь, чем так жить, ползая по земле, лучше умереть. А племянник ему напоминал, каким трудом и усилием воли он всего добился в своей жизни. И самбай вспоминал восстановление. Шло динамично, уверенными темпами. Еще в 57-м году он доказал это. Ему конкуренты просто насыпали битое толченое стекло на сцену. Это был фестиваль молодежи и студентов. Он выступал. Денег на костюм, кстати, не было. Бабушка продала корову. Мама продала ковер и швейную машинку. И на эти деньги они там пошили костюмы. И вот Махмуд Али Султанович выходит на сцену, видит, что она вся в битом стекле. Конкуренты постарались. Такое, знаете, жестокое искусство. Хореография, конечно. Он весь в крови. Ноги изрезаны просто в лохмотье. Вся сцена в крови. Но он выступает блестяще. Получает золотую и две серебряных медали. И даже завистники признают его превосходство. При этом человек, известный своей мудростью и добротой. Он никогда не делил людей по национальности. Шутил, что в темноте мы все одинаковые. У него была осиная талия гораздо тоньше, чем у Гурченко. Гурченко считается образцом тонкой талии. Ну и самба его была тоньше. И женщины спрашивали, какой рецепт. Ну как там? У него завтрак был. Полстакана чая. И немножечко там овсяной каши. Прям совсем какие-то крохотные порции. Его даже спрашивали, какая у вас заветная мечта. Он говорит, ну я один раз, наверное, в жизни когда-нибудь просто наемся досыто. Просто чтобы вот сытость почувствовать. Потому что ни разу в жизни не ощущал себя сытым. То есть на жесткой диете всегда сидел. Дваснословно много работал. Его спрашивали, а почему телохранителей не берете? Он смеялся и говорил, где вы тут видите тело? Он мог случайно увидеть танец и тут же повторить. У него был абсолютный слух музыкальный. Врожденный вот этот артистизм, гибкость. Полтора десятка ролей в кино. Необычайно харизматичный актер и хореограф. И что ж, карьера его началась в трехлетнем возрасте. Когда он мальчиком танцевал на свадьбах, сельских свадьбах. И гонораром были конфеты. А закончилось тем, что сейчас небо рассекает астероид с его именем. И, конечно же, его творческая история не кончилась. Потому что великое наследие великого танцора, хореографа осталось с нами. Спасибо, Махмуд Али Султанович, за ваше великое искусство. Дай Бог, как вы хотите в своей душе, так было бы вашим детям, вашей семье. Чтобы дети были сытые, счастливые, женщины улыбающиеся. И чтобы было на что жить хорошо. Восемьсот тридцать лет назад родилась святая Клара Оссиская. Урожденная Кьяра Фридучча родилась 16 июля 1194 года. В одной из самых богатых и могущественных дворянских семей в Оссизе. Опасная политическая ситуация. Дети знатных семей часто бывали в изгнании. Ну, просто чтобы их не убили. Или не взяли в плен, чтобы требовать выкуп. В общем, мать и младшие сестры, и вот юная Клара, были эвакуированы в соседнюю Перуджу. И там скрывались все детство. Но когда ей исполнилось 12, ее решили выдать замуж. А она что-то не очень хотела. Она хотела служить Богу. И поэтому до 18 лет ей удавалось родителей отговаривать. И в 18 лет родители сказали, баста! Баста! Мы не можем больше терпеть. Ты должна выйти замуж. Это политическое дело. Не понимаешь политической ситуации, девочка? Ну, Клара до этого слушала проповеди святого Франциска. В 1212 году он произнес как раз ряд проповедей в соборе Сан-Руфина. Она тронута была его словами до глубины души. Тайно с ним встретилась. Рассказала о желании жить посвященной Богу жизнью. И святой Франциск ее благословил. И благословил даже на побег из отчего дома. Уже должны были договариваться о свадьбе. Но в день вербного воскресенья 18 марта 1212 года Клара пошла на утреннюю мессу в собор Сан-Руфина. И настолько разволновалась, вечером побег, что даже не смогла подняться со скамьи, когда вручали пальмовые ветви. Ей сам епископ Гвида Осиский вручил освященную пальмовую ветвь. Просто подошел к ней, девочке дал, и сам, может быть, не понимая, что это был жест епископского благословения. Ночью она совершила побег, прибыла в Парцан-Кюль. Братья-францисканцы ее встретили. Где-то она переоделась в грубую францисканскую одежду, сменив на эту мешковину свое элегантное платье. Затем у алтаря святой Франциск сам обрезал ее длинные золотистые волосы, выбрел танзуру. Клара принесла обеты. Родные пытались ее вернуть в семью, но уже было поздно, и это было безуспешно. Она основала орден бедных дам, орден кларисинок. Написала правила жизни, первый в истории католической церкви устав для женского монастыря, созданный женщиной. И он получил официальное папское утверждение. Традиционно изображается с книгой, распятием, с лилией, символом девственности. Но мне больше всего нравится одно чудо, которое было явлено по молитвам Клары Осиской. Для нас сейчас это чудом не является. Каждый из вас в воскресенье, если хочет побывать на нашей мессе, но не может физически на нее приехать, конечно, нет никакого оправдания тому, кто может физически приехать на мессу и не приезжает. Ну, никаких нормальных оправданий, ну, кроме там болезней, вас или ваших близких быть не может, конечно. Сейчас вы можете включить ВК, и там всегда есть трансляция нашей мессы. И вы смотрите ее на большом экране, на маленьком экране, неважно, вы можете побывать. Но в 13 веке такого не было, извините, в 13 веке не было интернета и не было телевидения. А у Клары Осиской было и то, и другое, все в одном. И интернет, и телевидение. То есть Господь, когда она была тяжело больна, прикована к постели, но она так молилась Господу, хочу видеть святую мессу, хочу быть на ней, хочу слышать проповедь, хочу молиться вместе с народом Божьим. Вот сейчас, в реальном времени, и Господь явил ей беспрецедентное чудо. На противоположной стене она видела мессу, изображение святой мессы. Задолго до изобретения интернета, не лагающий интернет, Господень показывал ей трансляцию святой мессы из собора. И, конечно же, Папа Пий XII в феврале 1958 года провозгласил святую Клару Осисскую покровительницей телевидения. Поэтому, если у вас лагает интернет или барахлит телевизор, или просто вы хотите, вот как я, чтобы ваш интернет-контент был как-то интересен и, самое главное, полезен окружающим, разумеется, этот контент должен быть соответствующим, да, таким церковным или хотя бы связанным как-то с церковью, ну, тогда есть смысл помолиться, чтобы святая Клара Осисская обеспечила какую-то вот, ну, как бы стабильность нашему контенту. И я молюсь ей, я прошу святая Клара Осисская, моли Бога о нас, чтобы мой контент тоже был интересен и полезен всем окружающим. Ну и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу на грустной ноте. 970 лет Великой Схизме исполнилось 16 июля. В 1054 году римский папа Лев IX послал в Константинополь своих послов, легатов во главе с кардиналом Гумбертом для того, чтобы разрешить конфликт, начало которого было положено в 1053 году, когда Михаил Керуларий закрыл латинские церкви в Константинополе, там было даже кощунство, святые дары, один священник там топтал ногами из-за того, что вот типа опресники, фу, там нечестивые латиняне. Там были и другие претензии, и территориального характера, и богословские были претензии, но, в общем-то, послы были выбраны неудачно, Гумберт был вспыльчив, к тому же он был облечен папской властью. Папский легат, ну, считай, что перед тобой сам папа римский, то есть он облечен властью в пределах выданных ему полномочий самого папы римского. И найти путь к примирению не удалось, конфликт оказался зашедшим в тупик. И 16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении константинопольского патриарха Михаила Керулария и его отлучении от церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов, и начался раскол, которому сначала не придали значения, мало ли было у нас ссор, но именно этому расколу суждено было продлиться всю дальнейшую историю христианской церкви. И хотя в 1965 году римский папа и константинопольский патриарх сняли взаимные анафемы друг с друга, преодолению раскола это никак не способствовало, и единство церкви сегодня представляется нам прекрасной мечтой и предметом наших молитв. Понятно, что организационное единство вряд ли возможно, речь идет хотя бы о евхаристическом единстве, о признании таинств, хотя мы все признаем таинство друг друга, вот наши исторические церкви, таинство друг друга, мы признаем действительность таинств, но участвовать в них почему-то вот мы не можем, ну по разным причинам. И в эти дни, воспоминая о расколе, о великой схизме, 970 лет прошло. Я на самом деле люблю круглые даты, ну хотя я понимаю, что здесь нет никакой магии, вот, но хочется молиться, ну может быть еще 30 лет, и ровно спустя тысячу лет мы как-то это, ну как-то хотя бы уврачуем. Я вряд ли доживу, но очень хочется увидеть единую церковь Христову в евхаристическом единстве. Может, Господь и даст дожить, но скорее всего нет. Но если и не даст, то я умру с молитвой на устах о единстве тела Христова. И хотя по-прежнему врата ада не одолеют церковь никогда, и я, как архиерей церкви Христовой, подлинной церкви Христовой, с апостольским преемством, с благодатью, таинств и неповрежденным вероучением, молюсь о единстве с моими собратьями, епископами исторических церквей, имеющих апостольское преемство и неповрежденное богословие. И пусть память о великой схизме послужит для нас поводом присоединиться к первосвященнической молитве Иисуса Христа, нашего Спасителя. Да будут все едино. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok